привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня собираюсь продемонстрировать несколько опытов в которых я буду существенным образом менять плотность воды ну как это так возможно скажете вы ведь вода это практически не сжимаемая жидкость чтобы увеличить ее плотность заметно надо сжать ее огромными давлениями и это конечно верно но я буду менять плотность воды иным образом создавая разного рода взвеси и вот первая установка которую вы видите здесь это банка с водой в эту банку опущена до ее дна трубка меньшего диаметра туда в трубку проведен шланг подключенный к воздушному насосу и там внизу на шланге надета губка чтобы создавать мелкие пузырьки из выходящего воздуха и вот я запускаю установку и вы видите что жидкость поднялась в трубки существенно выше чем ее уровень в банке ну некоторые из вас скажут да это происходит потому что пузыри всплывают вверх и жидкость все время вверх толкают но я утверждаю что основной эффект не этот а в качестве основного эффекта здесь надо говорить о своего рода сообщающихся сосудах и вот я здесь изобразил сообщающиеся сосуды и по колену одного из них вверх поднимаются всплывая воздушные пузыри ну и тогда давление которое столбы жидкости в обоих коленах на дно должны быть равными стало быть ро 1 на g на h1 должно равняться ро 2 g на h2 ро 1 это плотность воды а вот ро 2 это плотность водно-воздушной смеси вот здесь усредненная хотя плотность самой воды осталось практически той же но если взять вот эту смесь ну соответственно взять ее массу и объем разделить одно на другое то плотность будет меньше ну а раз плотность меньше значит высота подъема столба больше а теперь мы соберем на этом принципе еще одно устройство которое называется р лифт вот отсюда у меня будут выходить пузырьки будут они заходить вот в эту трубочку я все это хозяйство опускаю на дно трубку вставляю в пустую банку и включаю насос воздушные пузыри поднимаются вверх поднимают вместе с собой воду и перекачивают ее даже через вот такую высоту можно это делать но в общем с помощью таких насосов можно перекачивать и воду а можно вместе с водой перекачивать заодно и что-нибудь еще а сейчас я покажу вам прекрасный эксперимент который несколько месяцев назад придумал андрей кузнецов но на его канале просмотров было мало и стоит показать его еще раз чтобы его могли увидеть все вы и в этом эксперименте я буду повышать плотность жидкости размешивая в ней песчинки ну фракция песка у нас довольно крупная поэтому чтобы он не оседал на дно слишком быстро я воду заменил на подсолнечное масло потому что подсолнечное масло имеет вязкость в 60 раз большую чем вода ну а там на дне лежит теннисный мячик я в него накачал воду так что плотность мячика средняя чуть чуть больше плотности масла поэтому он утонул и давайте посмотрим что будет если мы начнем размешивать песок чтобы он завис в масле сейчас весь песок лежит на дне и шарик тоже лежит на дне но начнем интенсивно размешивать песок стараясь поднять взвесь повыше и посмотрите часть песка все еще висит в масле и шарик тоже всплыл и висит плавая у поверхности масла ну и будет так плавать пока песок не начнет оседать и вот шарик начал оседать вниз вместе с песком и этот опыт который вы сейчас видели он связан с нашим старинным роликом под названием плавание в пузырях где мы показывали как тела плававшие в воде тонули когда мы пропускали через эту воду пузыри снизу и наоборот как тела затонувшие в воде всплывали когда мы сыпали сверху свинцовую дробь ну понятно что дробь оседает очень быстро и поэтому ее приходилось сыпать непрерывно ссылка на этот ролик она имеется в конце вот этого текущего ролика я всячески рекомендую вам его пересмотреть а когда вы пересмотрите напишите пожалуйста все что вы об этом думаете в комментариях как тому так и к этому нашему ролику на ю тубе